Приветствую вас и да, вы правильно сделали вывод относительно того, почему у вас улучшаются подобные сценарные отношения. Происходят они именно из-за родителей, из-за родительских отношений, потому что поведение вашей мамы было первым образом, первой моделью, которую вы восприняли через призму принятия. То есть это была первая модель поведения, которую вы приняли. Первая модель женского поведения. И, значит, вам нужно в первую очередь проработать детско-родительские отношения. То есть, условно говоря, вам нужно для себя понять, почему ваши родители так себя ведут. Ну, что движет вашими родителями, что заставляет их вести себя так и так далее. В момент это очень важный. С тех пор, пока вы смотрите на своих родителей как ребёнка, глаза на ребёнка, ну, боюсь, ваша линия поведения так и останется такой вот. Почему ваша мама так себя ведёт, почему ваш отец так себя ведёт, чем продиктовано поведение ваших родителей, ну и так далее. То есть, вот это всё нужно разбирать. Может быть, ваши родители, так же, как и вы, хотели, чтобы у вас, например, была полная семья. И ради семьи, для семьи они жертвовали, например, всегда, там, с тобой, своим счастьем, своей свободой и так далее. Сделало ли это их счастливыми? Большой вопрос. Я лично, да и вы, наверное, согласитесь со мной, что нет. Счастливыми это их не сделало. И вот, чтобы вы не повторили их судьбу, вам, как раз таки, и нужно все эти нюансы их поведения разобрать вместе с психологом. Ну, или самостоятельно попробуйте проанализировать, что заставляет их так себя вести. Воспитание, идеалы, ценности, поведенческие, так сказать, модели. Собственно, вот, это то, что можно назвать в качестве основных, в качестве основных двигателей. То есть, движет вашими родителями именно это. Но почему? Почему именно это движет им? Ответ на этот вопрос скроется в их воспитании. Вам нужно понять, почему они так себя ведут, их причины, а также, ну, как бы, разобраться с их мотивами. Тогда, думаю, вам будет гораздо легче регулировать свое поведение. Далее. Что нужно сделать вам? Вам самой. Нужно учиться. Во-первых, учиться самостоятельному поведению. Это, наверное, первое. Первое, основное и главное. Самостоятельное поведение, самостоятельное женское поведение. Оно связано с чем? В первую очередь, с выбором этого самого женского поведения. То есть, такое женское поведение для вас является идеальным. И почему? Работа с личностным ростом также, вообще-то говоря, ну, также прилагается. То есть, это очень важная, важная составляющая. Личностный рост. То есть, развитие, значит, стремление к той, кем вы представляете себя. Идеально. Вот какая вы идеальная, вот кто ей нужно стремиться. Далее. Далее, нужно сказать так. Значит. Необходимо четко отделить границы того, что вам повред и того, что вам на пользу. И отсюда несложно догадаться, что вам необходимо для себя выделить. Какой мужчина вам нужен? Какие критерии мужского поведения вас интересуют? И так далее. Вот это тоже очень-очень-очень важно здесь. Ну, будете к этому стремиться, будете к этому двигаться, будете работать над этим. и, я думаю, проблем станет меньше. Ведь, если вы с одной стороны будете лучше понимать своих родителей, с другой стороны будете стремиться сами к тому, чтобы быть той, какой вы хотите себя видеть, то проблем у вас станет меньше. А если вы и личные границы будете выстраивать, то вообще будет хорошо. Совсем то есть будет хорошо. Вот в этом ключе я и рекомендовал бы вам двигаться. То есть именно в ключе таком вот совокупном ключе. Значит, что я хотел вам сказать. Значит, хотел вам сказать то, что все возможно выбрать мужчину сможете себе мужчину такого, который бы вас целиком и полностью во всем устраивал бы, но только при этом вам нужно самой изменить свое поведение. Дело в том, что мужчины ведут себя с вами определенным образом. Дело в том, что мужчины ведут себя с вами так, потому что это позволяет. Вы ставите себя так. Возможно, есть проблемы в устраивании взаимоотношений с мужчинами. на первых этапах на том, что вы им позволяете, почему позволяете. Можно речь делать о мотивации, то есть у вас мотив построить отношения не только ради отношений, не потому, что вы любите человека, а для чего-то еще. Например, ради семьи, например, ради брака, когда нужно определить, что для вас представляют собой эти вот составляющие эти формы человеческих отношений. И то, что они вам должны дать по-вашему, вам нужно получить самостоятельно, отдельно, дабы не быть зависимой в этом плане от мужчин, тогда отношения будут выстраиваться на более независимой основе. И все изменится к лучшему, но это работа над собой. В первую очередь, это работа над детскородительскими отношениями, во вторую очередь, это работа в плане выстраивания своих моделей женского поведения, в третью, это возможно работа над неуверенностью в себе, повышением самооценки, и в четвертых, это вот определение критерий мужчин и смыслов того, что вы делаете. Это очень важный момент на самом деле. от смыслов того, чем человек занимается, зависит, ну, очень много. Зависит от того, какие смыслы человек складывает в то, что он делает, зависит результат. Если смыслов больше, то результат получается совсем другой. Вспомните поле чудес, в частности супергру. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.